всем привет с вами андрей у нас рыцарь и бумаги пера 3 часть собственно по персонажам давайте пробежимся у нас собственно вар клерик рога шаман и палагин собственно экипировку вы видели только что мы на экране у нас город прокачан на данж 3 уровня печка 7 а кузнец 7 получается хранилище 15 магазин 9 общее здание для города так называемая ратуша 7 гильдия 6 храм 4 библиотека 9 собственно что дают здание вкратце данж собственно это данж вы доходите качаетесь печка расщепление добавление предметов кузнец вы можете улучшать свою экипировку и расщеплять ненужную ну хранилище я думаю понятно что для чего оно нужно вы храните свои предметы собственно сейчас мы свитки уберем чтобы они не мешались marketplace вы собственно покупаете предметы по ценам можете особо не бояться они не кусают вот например я бы купил еще вот этот вот был стол за 2 тысячи хп хорошая тема но наверное местами его и купим отдадим сейчас танку давайте посмотрим ну да сейчас танку дадим хотя где 200 до 2 400 тут даже лучше на самом деле вот это сердечко я получил за квест как бы смешно не замечало на квест просто по второстепенный квест не основной просто серия мы победили серого мага в его двух формах происходило на кладбище было непросто ну в целом а я также нахожусь под бафами собственно блэс опыта и блэс так называемое золото также у меня присутствует баф на золото от нашего клерика у него способность 10 процентов заката на квест тем самым и чуть больше получаем опыта давайте посмотрим что у нас дальше у нас собственно новый квест давайте пройдемся но я что мы уничтожили серого мага и спасли спасли мирок этот я не знаю что это вот эти вот трое получается 679 это отражатели их бить очень опасно потому что они у вас отражают урон а вот этот вот баран который я что я даже не представляю что он из себя представляет ну давайте мы барана потом заберем а сначала он пробует забрать отражателей 1800 хп я думал мы должны их забрать не знаю возврат к у нас работает ну да мы 1 вот обратная 400 хп у нас забрали в обраткой прокачаем собственно дождь но поставим эти ложки то чтобы пилиться каждый ход каждый ход у наших персонажей ну и ты наших либо врагов на не лечатся давайте также защиту поставим на 240 тут в идеале конечно же попробовать этого барана поковырять пока а у них защиты и возврат к о непонятно то есть барана надо бить в последнюю очередь потому что баран у барана гард идет а то есть этого барана нужно бить в самую-самую последнюю очередь потому что он если если я правильно понял он делит он между всеми союзниками поэтому сначала ох нихрена ты ты баран вообще охренел видео и телепортирующегося барана на самом деле это просто жалкое зрелище но выноски нам их нужно убить будет я не по куда все дебафы делись давайте срежем следующего хотя давайте сначала на уклонение бахнемся для того чтобы не было вопросов качаем еще раз дождь есть такая закономерность что если вы дважды кастуете дождь третий раз вам не придется оставать поэтому давайте его кастуем баран судя по всему атакует по площади но на то он и баран я думаю это маленького не убили его бы в идеале добить давайте дадим слабость всем или бы давайте добьем 566 не лучше добить добьем его подождем барана а как все враги походит он ходит по троим на трое не критично вот один на 1300 это больно удар по двоим не критично собственно срезаем одного отражателя конечно же он нам по нам урон будет бить но за счет миссов мы у нас нас урон не пройдет а если начнем бить барана баран нам пихнет отражение вот поэтому она нам не нужно поэтому наша задача просто кого-нибудь полечить давайте попробовать смотрите видите да и минус 40 сейчас еще раз и на барана ротэ на бараны ротэ не нужно рота это у нас ржавость то есть тем самым она уменьшает хп цели что очень полезно собственно слабость на отражателя вот это очень больно бьет но я не думаю что для клерика это проблематично кастуем защиту в виде блока ротэ он пытается снять и он его снял но нам в любом случае нам не актуально потому что нам нужно убить по отражателя сначала нужно шлепнуть отражателя убираем отражателя убрали отражателя вот теперь уже начинаем бить барана кастовали на него ротэс кастовали на него свет но учитывая то что это босс касты на него зар касты на него слабость но на самом деле был сдох линки кастуем еще слабость с этим слабостью на него не повесилась почему-то посмотрим сколько хп осталось осталось 1000 я думаю мы его срежем ротэ все-таки рулит что касаемо сна сон сомнительный потому что в большей степени он будет вам бесполезен потому что как только вы ударите цель она сразу же проснется еще немножко гемов нам дали идем дальше по квесту бесполезный предмет стоит расщеплять склянка на тысячу энергии но на энергию она пойдет в массу чем я что-то не понимаю почему они вспоминают серого мага потому что ну мы из его по победили уже непонятно почему пробегаем по-быстрому вот этого диалоги потому что но нам просто инвентарно неинтересно вот они между собой поговорили на будущее талли квест на самом деле вот этот игре с том который он бесполезен потому что 500 кп но для танка что вы понимали это копейки на у нас даже 2 но фактом что собственно давайте посмотрим у нас получается ты 4450 пытаемся дать танку ну собственно 4700 по крайней мере уже чуть больше у нас щит прокачался давайте щит прокачаем кузнеца и сюрикен тоже как я говорил ранее экипировка имеет градации по уровням то есть серая это десятый уровень максимальный зеленая 15 синяя скорее всего 20 я провещу не докачивался до осени поэтому я не могу вам точно сказать но скорее всего высокий процент собственно будет бесполезная а это давайте сравним их 400 экипировать но остальное можно в принципе выкидывать я так чисто чтобы они нам не мешали чуть и чтобы посмотреть нам не нужно получается вот эти вот два предмета которые только что оставим разборку ставим раз предмет убрать это тут 2 нам они не нужны нам выдали 4 слитка зелененьких они на 5000 опыта идут каждый на самом деле крайне полезные слитки их полезнее разбирать чем использовать собственно еще один червячок какой-то счастливый давайте нам говорят кофе нужно собрать тут опять же какое-то невидимое существо которое мы не видим самое странное что мы серого мага от пинали а он все равно до сих пор жив он у нас напал зомби с бензопилой давайте посмотрим что это за зомби ну два задних это скорее всего обычные а вот передние непонятные давайте его побьем уклонение на себя повесим посмотрим что это зомби не знаю что он из себя представляет первый раз не дерусь поэтому нам нужно будет готовиться максимально против него зомби кастует блуди причем очень сильные блоге на 24 это очень сильные будет блуд это он скрывать лечение он просто бьет по нескольким целям ясно то есть включаем дождь тогда пускай лечатся все кровоток с нас снимут рога сейчас срежет всех зомби значит сколько там хп 8 принципе я думаю жирного тогда и снимать чтобы он нам не отсвечивать хотя кровоток будет более опасен даже чем его вот это вот удар по площади потому что но для нас он по сути говоря без по безопасен у него одна атака и он ничем особо не примечательно дадим гард чтобы меньше урона получать точнее касать урон тому лучше будем получать но не по хп по крайней мере а по защите блок блок у нас стоит что меньше урона получать можно всех согреть на себя у нас три цели максимум поэтому согреваем на себя и цели и все бьют танка он ударил на 1000 но танку это вообще копейки поэтому у танка что вы понимали около четырех четыре тысячи семьсот хпл моего поэтому и зиму фиолетовая эти удары объем слабостью его то чтобы она на него на 100 к вышел он меньше бил я просто сейчас жирного сразу запинаем стан скорее всего с него снимется но мы попробуем не отстанно его не поверить на него повесился но скорее всего он то что зомби это у него вешается стан кидаем на него слабость правда мы про их кидать слабость неудобно но все уже мне больше всего бесит то что он дебаф из себя снимает то есть он станет то есть он не может ничего не делать и двигаться но он себе снимает дебафа без логики вообще да вот как так ты можешь себя снимать дебафка ты в стане находишься роте 26 у нас получилось не знаю как это получилось скорее всего как-то с критического на рынке это ошибка но в общем и целом у него осталось быть темно с хп давайте его добьем все весь зомби собственно остались два самых обычных зомби которых можно встретить на кладбище ничем не примечательные то есть просто их режем таким же образом через слабость даем массовую слабости вот видите он слабость снимает вот как ты слабость снимаешь расскажи мне зомби даем массовую слабость и сейчас наш клерик будет раздамаживать видели сколько урона по него входит на самом деле шаман очень много урона уносит у него видимо очень сильная защита даем ему я для того чтобы он больше урона заход получал и бьем его слабостью без полу тысячи он сдулся на него переместилась роте роте кстати имеет свойство перемещаться она дробится то есть если у нас там например было 13 на том с этого переместилась 6 стало на самом деле у нас на первом было гораздо больше роте ржавчины но почему-то она не переместилась на последнего что очень странно сейчас а собственно очень много хп зомби очень жирный но опять же с подороты конечно они не особо сильно толстые у нас слабость из перу нас нажимается коснул на него виага для того чтобы он меньше наносил дамага и для того чтобы наш клерик его мог максимально раздамажить посты на него также я для того чтобы он тикал в ход и в самом на себя больше ему урона бьем ему собственно так называем удар слабостью удар у нас 2700 то есть он по сути закончился он проиграл уже нам нет смысла даже его добивать сутки слабость рульс особенно если цель одна и слабость просто ваншот и цели то есть в идеале вкачать максимально быстрым темпом качать этот слабость у танка и слабостью удару клерика это повысит дпс и проходимость группы вот это зомбированное чудо с нами дралась она массовый хиллер и и если вы в первый ход не щелкните у нее диспот диском 1000 хп было если вы в первый ход не щелкните она вам вам всю party просто будет точнее против вас будет пати выхиливать вот собственно арба но арбу нам просто как показала практика не дают поэтому сейчас будет скорее но опять же с из кортков с то есть нам сейчас казалось нам будет шлепать ой блин опять эти бараны но как вы помните мы уже дрались этими баранами тут самое важное шлёпнуть эти задников на вот этих вот которые отражатели почему потому что эти отражатели очень много геморрой нанесут вам сами барана они бесполезны они не так много урон наносит а вот из-за отражателей они очень много вам урона будут носить барана бить с самого начала не стоит потому что бараны вам лицо просто сломаю за счет двух отражателей у них получается групповая групповой сбор и получается они вот с двух отражателей вам соберут весь урон вы как будто бы ударили двух отражателей если по ударить и по одному барану будет поэтому этих баранов нужно сливать в последнюю очередь как видите эти бараны начинают атаковать но на самом деле они не страшно единственное нужно просто пережить вот этих вот очень странно почему-то у меня паладин не лечится что честно говоря очень странно вот на нем дебафов не висит никаких а он чего-то не лечится видимо еще один вак какой-то а вот час вылечился паладину в любом случае нужный гард потому что эти бараны атакуют по площади и теперь мы просто срезаем смотрим сколько хп 1800 просто срезаем одного отражателя на следующий ход срежем второго отражателя можем дать слабость но она особо нам не поможет барана 2 атака в одно лицо попробуем конечно убить отражателя да мы смогли скрита его убить нам повезло теперь бьем барана не знаю барана и стакают или между собой давайте это заодно и узнаем да они стакаются между собой то есть один защищает 2 гардом то есть два барана защищают друг друга получается на самом деле это неудобно бить их будет но в любом случае они падут потому что у них нет особо вариантов кастуем на них максимальная слабости я для того чтобы они просто максимальные дпс получали бесполезный баран летающий бьем просто с руки для того чтобы установить ману нашим персонажам почему-то дождь не останавливается давайте попробуем дать дать им роте да у нас получилось почему-то 26 роте дать если я не знаю как это стакается почему именно 26 они 13 стандартные него 13 а сейчас почему-то 26 видимо какой-то крит удар или что непонятно как это работает но у него 3000 поэтому для нас бесполезно его резать дорогой по крайней мере но вот через слабость для нас будет полезно потому что в любом случае слабость она мы убили одного и не у него 30 слабости теперь это чудо сейчас начнет падать очень быстро 4 700 минус ну и собственно все она закончилась если бы он еще раз ударил все и минус 2 роты очень полезная сон по сути говоря бесполезен потому что но но усыпите вы цели ну да это полезно в толпе но бесполезно в остальных случаях нам дали 2 арбы неплохо и мы сейчас уберем на того чтобы они просто нам не мешались новых предметов на хп можно взять танку предмет чтобы он просто был потолще ну плюс кузь было куда тратить деньги на 2 200 инс она стоит 200000 конечно такое все удовольствие покупать и у нас собственно два предмета загрейдилось это сильный щит и и максимальный уровень собственно доспеха хэви плат армор так называемая тяжелая пластинчатая броня точнее скорее платная плат собственно еще двигаемся дальше нам же первый раз фиолетовое кольцо я конечно я первый раз вижу фиолетовое кольцо нам нужно просто как прийти судя по названию давайте куда-то придем нам дадут фиолетовое кольцо сарбой на самом деле сарбой это кольцо шикарная вещь особенно если бы она на просто вон куда-то приползти куда нам нужно идти а нам нужно идти туда ну это переход между кладбищем и ближайшей точкой он стоит 12000 но его можно минимизировать если ваш у вас в отряде будет меньшее количество людишек давайте мы дадим стан остануны медаль он один раз бьет этот человек несчастный поэтому давайте его сагарим на танка вот обратите внимание он дал ему стан на самом деле это очень смешно но вот как можно получить стан когда у меня есть шапка защищающая от стана ну вот как так вот я честно я не понимаю тут написано иммунитет в моем понимании иммунитет это когда вы не получаете урон вообще а тут получается иммунитет это вы получаете урон и получаете ста но это просто детский сад так а нахрена эта шапка нужна вообще если мы получаем стан блин причем с первого лара он ударил мы сразу сходу получили стан причем мы даже не не заморачиваясь честно очень получили собственно это кольцо в принципе это кольцо шикарное почему шикарное потому что но его можно использовать отдать какому-то из персонажа запихнуть в него арбу и просто отдать какому-нибудь из персо кстати у нас два кольца даже но у нас видимо кольца двоятся двоятся почему-то вот я честно говоря не понимаю ну понятно что сюда можно впихнуть арбу но просто какую именно какую лучше туда запихнуть учитывая то что орбы 1 а одинарные здесь стоят в кольце соответственно у эффект не стакать единственное можно отдать роги и поставить две огненные орбы сюда не знаю насколько это будет эффективно поэтому я буду скорее всего тестировать поэтому давайте пока кольца уберем чтобы они нам просто не мешали но именно чтобы они просто не отсвечивали кольца в любом случае усилит наш дпс а собственно копье копье по сути говоря бесполезно первых она двуручная не а это конечно неплохо но оправдых его синие для вас она бесполезная потому что мы его скорее расщеплять вам книга 7 для нас она тоже бесполезная у нас скиллы уже а 9 плюс поэтому для нас книга бесполезно 7 опять же нужно что-то с королем по взаимодействовать по взаимодействием с королем нам отдали собственно книгу отдали и отдали немножко гемов ну как и говорил этот расщепляем двуручные копье для нас она не актуальна хотя нам их дали два забор духа щупит на самом деле она может окажется что она полезная но она из того что он на нем нет счета она бесполезная два синих предмета у нас два синие свитка а синие свитки у нас дают давайте посмотрим сколько опыта опыта они дают 20 тысяч опыта офигеть а на самом деле можно свой пост прокачать магический например какой-нибудь для того чтобы просто наши маги чуть сильнее били чтобы более полезный профит новая профессия откроется профессор фокус минт и вилл кстати говоря профессия для мага шикарная была бы но опять же что нам нужно делать нам нужно непонятно что делать очень много золота даем здесь 25 уровень он прям красный как показала практика бесплатно нам ничего не отдают поэтому нужно готовиться к драке если вы правильно поняли стан не работает шапка на стан это аморфная жижа смотрите опять эти бараны да что тебя блин ну как же они бесит вы не представляете ладно я понял бараны видимо это основная фишка этой игры не постоянно как вы понимаете баранов пить надо во вторую очередь в первую очередь нужно бить вот этих отражателей поэтому сначала просто бафаемся и бьем всех отражателей их будет бить скорее всего рога в одну цель потому что если рога будет бить несколько целей у роги просто очень сильный урон просяд этот баран ударил как вы видите шамана немножко подрихтовала баран и неадекватные чё из чё с них можно взять давайте сейчас срежем мы не можем пока срезать но защиты как вы видите упала из этих баранов никчемных давайте срежем давайте срежем одного отражателя кастуем второй раз дождь у нас как вы видите защита упала из-за их сплэш атак кастуем гортауру чтобы у нас было больше защиты вот эти отражатели они еще по площади бьют зараза то есть если бараны бьют по площади в одну цель но это не критично особенно если они бьют по танку давайте ударим этого чтобы восстановить магическое силу и срежем отражателя он конечно же нам сквозь уклонение умудрился пробить я удивлен как он это сделал правда но факт остается фактом он смог пробить нас сквозь уклонение вот смотрите у меня присутствует уклонение на один ход и он сквозь уклонение меня смог пробить да да открой вот видите да то есть у меня уклонение 200 он сквозь него смог пробить но в принципе цифра не такая большая поэтому ничего удивительного кастуем опять гортауру потому что ну просто лишняя защита лишней не будет особенно от массовых атак она очень эффективна а эти бараны постоянно массовая атака я так вот видите да у меня двух лекарей сдули ну как сказать не сдули они по полу лица снесли давайте полечим своих лекарей и срежем отражатели все отражатель закончился нам дали бесполезную броню это броня кастера то есть магическая серая броня она бесполезная по своей сути бьем этого барана у него конечно гортаура стоит тем самым мы его не можем изначально пробить ну начинаем накастовывать на них вяк для того чтобы получать меньше урона от этих никчемных созданий с рогами бараны очень долго бьются потому что они элементарно очень жирные кастуем на себя защиту так называемое уклонение для того чтобы на рогу чтобы была больше возможности их дамажить обратите внимание ни один дебаф на него не повесился хотя мы шамана били несколько раз гартауру в принципе стоит поставить хотя она на всех кроме танка поэтому нет смысла дали сало этому барану и баран снял сало ну я говорю сало бесполезное потому что но он его постоянно снимает и как показала практика минус две тысячи и дорезаем барана две шестьсот срезами бьем этого барана видите ни один дебаф не прокнул хотя у нас висит и ратэ так называемый и ржавость висит и сон висит то есть ну сон по сути бесполезен надо будет его снимать дать ему хотя бы не знаю какой-нибудь магический потенциал лучше он более полезный будет потому что ну сон сомнительный он конечно по идее может быть но на босквы лет и солнце работает поэтому я не думаю что полезно на самом деле на барана может стан подействовать теории давай ударим его слабостью минус 4 200 крита мы его просто убили это две серые вещи для нас бесполезные обе которые выпали это посох и броня кастера она серая у нас новая профессия мы ее собственно открыли это профессор сейчас посмотрим что он из себя представляет у нашего роги плюс один уровень это представление профессора для нас она не актуальна потому что мы выносим его посмотрим как же вы долго разговариваете собственно открыли класс профессора сейчас посмотрим что он из себя представляет уровень уроги отдадим у нас теперь 31 уровень уроги давайте посмотрим что рога из себя представляет можно вкачать посох на плюс один и расщепить два собственно один посох и собственно броню кастера который мы подобрали получите из них 6 сливков давайте посмотрим что из себя профессор представляет на этом перейдем в профессии и посмотрим что он из себя представляет профессор на самом деле интересный профессор почему потому что профессора получается объясните это по сути говоря так называемый танк дополнительный танк с провокацией врагам нравится атаковать профессора с 15 процентом шансом на самом деле у меня есть похожий персонаж это рыбак сейчас я вам покажу вот он собственно у него 10 процентов на самом деле в манте но у рыбака стад и боди мэнды и вилт англо А вилл это значение магии, то есть количество маны, которые у вашего персонажа присутствуют, то есть по сути для танкования тоже бесполезно. То есть профессор, да, 15% это неплохо, но из-за того, что цифра сама по себе никчемная, то есть он пассивных бонусов не дает, прям вау. Ну просто фокус, да, чуть-чуть больше защиты, но там три ловкости, понимаете? Точнее, три боди. Три боди, мне кажется, получше будут смотреться, чем два фокуса. Ну вот для танкования, конечно же, лучше всего именно профессор, потому что он элементарно чуть лучше будет втанчивать урон. Но опять же, из-за фокуса чисто, ну опять же, ну это больше защиты, но меньше хп. То есть, ну, такое себе. В теории можно было бы отдать профессора паладину, но у нас паладин физик. То есть мы основной удары физой бьем. И из-за этого для нас паладин очень важно, чтобы он именно физой бил. Если бы был паладин кастер, то есть он бы лечил в большей степени, то тогда да, ему, конечно, вот это миндалей, которое присутствует плюс три для нас, а так она чисто из-за 15% бонуса 5% нам погоду не сделает. Два фокуса, да, неплохо, но боди, я считаю, будет эффективнее. Вот как-то так. У нас осталось, собственно, меньше минуты. Получается, ну, баф, баф, и, собственно, упали, как говорится, все. Поэтому, получается, прошло около 40 минут видео. Соответственно, в принципе, на этом можно и закончить. Ну что, в целом мы неплохо продвинулись. Победили даже несколько, открыли профессию, победили некоторых магов, отражателей. Победили баранов несчастных, несколько групп победили. Важно, когда будете драться с баранами, бить их именно через этот. Баранов бить в последнюю очередь. А, кстати, я хотел хп еще ему отдать. Ну, хотя бы 2200, конечно. Тренькая неплохая в целом. Ну, 2000 все-таки неплохо, неплохо. Тут, как видите, все предметы девятого уровня, поэтому максимальный уровень предметов, наверное, ну, ближе к двадцатому, я так думаю, если не двадцать пятый. Вот, поэтому в целом неплохо. Прокачать треньки не получится, в плане того, что вы прокачиваете только оружие и, собственно, вашу броню. А треньки прокачать не получится, и исключение, если только вы грейдите сам Marketplace, либо находите... Мне пишет пока Макс, потому что мне нужно прокачать вратуши, и, собственно, дальше уровень. Вот, видите, десятый уровень, и, собственно, поехало. Одиннадцатый, потом и так далее. Максимальная прокачка его, это у нас пятнадцатый, если не ошибаюсь. Да, видите, пятнадцатый уровень, но здесь пятнадцатый уровень данжа. Мы, нам бессмысленно, потому что мы тупо не пробиваем троллей, у которых на шестом этаже, у которых десять тысяч здоровья, и они бьют по две тысячи в лицо. Но такое не бьется, потому что у меня большинство персонажей просто ложится от такого пробития. Библиотека пятнадцатая, то есть, скорее всего, книги в районе пятнадцати был. Если не выше. Вот как-то так. Ну, ладно. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok